Ход отопительного сезона, реализация программы по повышению эксплуатационных характеристик систем и объектов ЖКХ в городах и поселках Большого Харциска и начало противогриппозной прививочной кампании в горбольнице. Эти темы сегодня стали основными на аппаратном совещании в местной администрации. Видеоконференцию на этот раз провел первый заместитель главы городминистрации Харциска Олег Подустов. Началось еженедельное совещание с обсуждения особенностей старта отопительного сезона. С момента запуска котельных прошел месяц и судя по еженедельным докладам руководителей городов-спутников и по отсутствию массовых жалоб горожан на холодные батареи в квартирах, можно с уверенностью сказать, что в осенне-зимний период коммунальщики вошли достаточно уверенно. Вполне оптимистичными сегодня были и отчеты по реализации программы по повышению эксплуатационных характеристик систем и объектов ЖКХ. Напомним, в нее входят ремонты фасадов жилых зданий, работы по восстановлению лифтов, капремонты домов и кровель. На 1-е, 11-е, кровли подрядными организациями завершены на всех пяти домах. Это номер 12, 13, 14, 15, 3-го участка и номер 40, 3-е, школьная. Капитальный ремонт кровли жилого дома номер 18 по улице Суворова выполнен на 75%. Срок окончания работы – 30-го, 11-го. Огнезащита выполнена на жилых домах 14, 12, 12, 3-го участка позадоборная. Практически все объекты готовы. Сейчас мы устанавливаем мелкие десерти, мелкие косметические замечания, которые мы занимаемся. Тут вазопусором на финишной промой находится прораба. В городах и поселках Большого Харциска коммунальщики проводят сезонные работы по уборке опавших листьев и сухостоя. В Иловайске на субботниках ликвидированы стихийные свалки. Чтобы вывести горы мусора, пришлось привлекать спецтехнику. Ликвидированы и санкционированы стихийные свалки коммунальным предприятиям всего по трём адресам. Временно 13, Ярославского, Ярославского, 16 и 17. Общий объём порядка 104 кубических метров. О ситуации в Троицко-Харциске и Зуевке доложили главы поселковых администраций. Зуевчане озадачены низким давлением в сети водоснабжения. Вчера выезжали на парео, о котором я говорил, на 600 трубоводы Донбасса. На самом деле три парео в районе Громадского моста улица, Филинсак и под Зуев горой. Сделана фотофиксация, отправлена вода Донбасса, заявка принята. Ждём выезда, поскольку на порт падает, там заливает опять болото. Далее перешли к еженедельному отчёту заместителя начальника города Дела полиции Михаила Кияшко, который сообщил, что за минувшие семь дней в адрес местных стражей порядка поступило 177 обращений. На территории обслуживания Харциского городского отдела зарегистрировано преступление одно, с остатка раскрыто семь, зарегистрировано тяжких преступлений ноль, раскрыто одно. Количество задержанных составило 29 человек, из них за нарушение капитанского часа 25 враг. Количество смертельных случаев 59, из них криминального характера одно. Количество административных правонарушений 40, наложим штраф на общую сумму 3632 рубля. В период сезонного обострения гриппа и респираторных заболеваний в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции в ДНР стартовала противогриппозная прививочная кампания, о чём участников совещания проинформировал главный врач Харцисской ЦГБ Дмитрий Адриковский. Вакцина по гриппу получена, можно присылать людей на вакцинацию. А от ковида получена вакцина? Ждём, по крайней мере ждём. Как только привезут, у нас уже списка хватает, всех пускаем в работу. Умм. Ум.